Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую всех на нашем очередном вебинаре проекта Директ Академия, посвященный вопросам библиографии. И сегодня мы поговорим с вами о работе с источниками. У нас был уже один вебинар в ноябре месяце, где мы разбирали классификацию источников, как это делается, для чего это нужно, какие они бывают. И говорили, что это очень важно для небиблиографов. Сегодня мы поговорим немножко о других моментах, но тем не менее затронем все равно вопрос классификации, потому что без него никуда, но конечно не в таком объеме, как мы это рассматривали в ноябре. И тема, о которой мы сегодня с вами поговорим, это про то, как находить и уточнять дополнительную информацию об источнике, составляем библиографическое описание, нам не хватает каких-то данных, где их найти, как обнаружить, для того чтобы наше описание было правильным, грамотным и помогающим, а не создающим трудности для тех, кто потом будет искать. И что делать в тех случаях, когда мы не можем добраться до самой книги. Такое тоже бывает. Такой пример мы сегодня с вами посмотрим. Что делать в этом случае? Сразу немножко ремарка. Отступлю от темы поиска информации об источнике. Если про поиск первоисточников, когда мы оформляем ссылки и берем, например, какую-то чужую диссертационную работу, там есть цитата, и автор дает на нее ссылку. Нам эта цитата понравилась, она в наш контекст вписывается, и мы тоже хотим ее себе взять. И вот здесь возникает вопрос, мне на что ссылаться? Вот на тот источник, на который ссылается этот, например, диссертант или там автор статьи, если мы берем статьи, или на саму статью, или диссертационную работу. То есть откуда мы взяли эту цитату. Вот в этом случае для оформления ссылок мы можем применять такой прием, называется цитирование по. Цит по двоеточие и указываем данные на эту диссертацию или на эту статью, вот где мы эту цитату увидели, вот на эту работу. А там уже автор ссылается на что-то другое. Естественно, в список литературы мы этот источник и вставляем. Вот такая вот маленькая хитрость есть, чтобы не докапываться до первоисточников, потому что если он цитирует, например, какие-то летописи, или иногда студент спрашивает, а если это цитата Аристотеля, или это цитата, там Платон, ничего же до древнегреческих первоисточников докапываться, да нет, зачем? Вот где вы ее увидели, в книге, в статье, в диссертации, вы берете эту на странице сайта, но опять же, какого сайта? Неразвлекательного же портала. Вот откуда вы эту цитату берете, вот на этот источник, вы делаете ссылку и вставляете его в список. Но обязательно пишите цит по цитированию, по двоеточие, и потом пошло описание. Этим мы говорим, что вот эта цитата взята вот из этого источника, а уж откуда ее автор взял, ну извините, это не с меня спрос, а с него. Где он эту цитату нашел? Я нашел у него. Все. У антиплагиата по этому поводу претензий не будет. Ссылка оформлена, цитата, закавычина, стоит сноска, все нормально, все хорошо. Или отсылка. Вот это такая небольшая ремарка, о каких первоисточниках и о чем сегодня пойдет речь. А вот другой вопрос, когда мы, мы же можем делать, работаем с источниками в двух направлениях. У нас есть сам источник, и мы из него делаем библиографическое описание. И обратное движение. У нас есть библиографическое описание, нам надо проверить, все ли там правильно, или найти источник по этому описанию. То есть в двух направлениях мы движемся. Вот сегодня мы тоже с вами в двух направлениях пойдем. И вот в этом случае, если у нас есть описание, но мы никак не можем найти сам источник, первый источник, откуда были взяты эти данные, то что делать в этом или каких-то данных нам там не хватает. Что делать в этом случае, мы тоже сегодня такой пример посмотрим. Часть информации нам приходилось брать извне, проведя такое детективное разыскание. Вот об этом речь пойдет. И, соответственно, вопросы, которые мы сегодня с вами посмотрим, очень быстро вспомним про классификацию источников. Такая версия Lite. Мы не будем рассматривать все. Все у нас было... Так, сейчас ссылочку вам попробуем найти. Да, вот. Все у нас было вот здесь. От 8 ноября у нас был вебинар. И более подробно про классификацию можно посмотреть вот там по ссылке. Сегодня мы в первом вопросе вспомним в первой части. Вспомним только самое необходимое, что сегодня нам тоже может понадобиться. Самое основное, что точно не библиографы должны понимать, что с этим делать. Второе. Посмотрим справочно, где в самом издании можно находить информацию для составления или проверки библиографического описания. И поиск вовне. Посмотрим парочку ресурсов, где мы это... Как это с помощью интернета, с помощью e-library. И не только. Мы можем находить эти данные. Как можно уточнять сведения об издании. Но вот такие... Опять же, самые простые, самые доступные. В e-library только регистрация. Понадобится, хотел сказать, везде без регистрации. Но в основном. То есть те инструменты, которыми вполне могут пользоваться учителя и преподаватели, и студенты, и даже школьники. После небольшой тренировки запросто это нужно применять. И первый вопрос, касающийся классификации. Что нам нужно обязательно знать, когда мы работаем над библиографическими описаниями и записями, составляемых про наши источники. Ну вот это вот такие три сосны, в которых очень легко заблудиться, и потом очень трудно оттуда выбираться. Почему три сосны ГОСТа? Если мы не знаем определение понятий, что значат эти термины, то ГОСТом мы не сможем пользоваться эффективно. Мы будем блуждать и иногда находить совсем не то, что нам нужно. Вот что это за... Поэтому и версия Лайт, и поэтому три сосны ГОСТа. Что это за сосны? Это те термины, на которых строится сама структура ГОСТа. Они находятся в третьем разделе ГОСТ Р701002018. Библиографическая запись, библиографическое описание. Вот этот вот самый. И вот эти определения понятий точно не библиографам надо понимать, о чем идет речь. Одночастный ресурс. Что это такое? Это ресурс, который выпущен как одна единица. Просто книга, просто сборник материалов конференций. Вот это одночастный ресурс. Многочастный ресурс, он состоит из отдельных единиц, которые и задумывались, и реализованы как единое целое на одинаковых носителях. А могут быть и разные носители. Например, журнал, он может выходить периодически, может выходить и в печатном виде, и в электронном виде. Или вообще чисто только электронный журнал, выходит только в сетевом формате цифровом, печатной версии нет, но они должны быть все-таки объединены в некое единое целое. Многотомники, продолжающиеся издания, серии. Вот это все относится к многочастным ресурсам. Их много. И есть еще третья составляющая. Это составная часть ресурса. Третья сосна. Это кусочек из сборника, глава из книги, статья из журнала, статья из сборника. Вот это составная часть. Кусочек, который находится в каком-то из этих ресурсов. Либо в одночасном, либо в многочасном. И в зависимости от того, на какой ресурс мы составляем описание, на какую из этих трех сосенок мы делаем описание, будет зависеть ее структура. Они будут отличаться. И самое главное, когда у нас есть источник в руках или на экране монитора, суметь их отличить. Где, где, кто. В зависимости от этого мы будем понимать, куда нам нырнуть в нашем гости. Одночасный и многочасный ресурс. Вот, например, первое, что мы изучаем, это титулные листы. Вот это явно ресурс одночасный, а вот это ресурс явно многочасный. Почему? На первый взгляд мы их легко можем отличить. В многочасном ресурсе всегда будет в отдельной единице многочасного ресурса. Том, выпуск, книга, часть, раздел, номер и так далее. Вот мы видим том один. Ага, все, мы уже знаем, что это ресурс многочасный. Мы на это будем обращать внимание, когда делаем библиографическое описание. Увидели номер журнала, номер выпуска. Может быть, том и выпуск. В разных конфигурациях встречаться, сочетание этих слов. Все может быть, но самое главное, что есть слово, том, часть, выпуск, номер, книга и цифры. Все. Вот мы понимаем, что вот это вот одна единица из множества. Это многочасный ресурс. Одинная единица многочасного ресурса. Вот так он называется. А вот это сам по себе сборник. У него нет никаких томов, номеров и прочее. И вот мы уже можем ориентироваться, куда нам посмотреть в нашем госте. Где? Ну и, соответственно, статья может быть как из одного, так и из другого сборника. Это уже будет составная часть. Где нам это пригодится? Ну, в первую очередь, для того, чтобы сориентироваться в самом госте. На первый вопрос мы ответили. Это у нас в руках, например, многочасный, одночасный сборник или книга. Вот книга просто книга. Если возникают какие-то вопросы и нам надо уточнить, а как сделать это, как сделать то, как сделать все. Мы смотрим, берем ГОСТ и смотрим пятый раздел. Одноуровневое библиографическое описание. Одночасный, одноуровневое. Все. Для одночасных это вот сюда. Пятый раздел. А там они идут как раз по порядку структуры библиографического описания. И мы смотрим. Находим нужный пункт и на него ориентируемся. Если у нас, как в предыдущем примере, том первый из какого-то многотомного собрания. То здесь мы смотрим два раздела. У нас одна единица из многотомника. Значит, для нее вот эти правила тоже будут действовать. Но есть исключения, которые нужно смотреть в шестом разделе. Хотя оно называется многоуровневое библиографическое описание. Как правило, мы не делаем многоуровневых библиографических описаний. Я имею в виду не библиографов. В тех же списках литературы, в ВКР, в магистрских диссертационных исследованиях и прочее. Обычно мы работаем с одной единицей из многочастного ресурса. С томом из многотомника. А вот многоуровневое описание – это другая история. Это то, как в каталогах отображается эта литература сразу на все собрание сочинений. Сразу на все тома. И наверняка видели, там иногда написано-написано, да, библиографическое описание. А потом идет том 1, том 2, том 3, том 4. Вот это многоуровневое описание. Так делают в библиотеках, так делают в каталогах. Вот для них это шестой раздел. Для библиографов, для логизаторов, библиотекарей. Но там есть пункты, которые касаются сериальных изданий. То есть наших сборников, наших журналов, периодических, продолжающихся сборников, серий. Вот тогда в этом случае мы заглядываем еще в шестой раздел и ищем там, где есть слово сериальный. Есть ли у нас продолжающийся или периодический сборник. Как это определить, мы чуть попозже с вами посмотрим. Вот в этом случае. Поэтому вот эти два раздела действуют. Если у нас статья из одночастного или многочастного ресурса, в первую очередь мы смотрим вот сюда. Седьмой раздел, он как раз посвящен составной части ресурса. И делаем описание по седьмому разделу. Но почему у нас стоят отсылочки к шестому и к пятому? В самом разделе семь есть отсылки к пунктам пятого и шестого раздела в зависимости от того, из какого источника у нас статья. А мы помним, что вот эти описания зелененькие, они у нас состоят из двух частей. И там всегда есть две косые черточки. До двух косых черточек мы говорим про саму статью, автор заглавит, все, что касается самой статьи. До и статьи, это тоже сюда, до двух косых черточек. А после двух косых черточек мы говорим про тот самый сборник, журнал, книгу, откуда мы взяли эту статью. То есть мы как бы делаем два описания. Первое очень короткое и простое, про саму статью, про кусочек, а потом про тот ресурс, откуда мы это взяли. Соответственно, нам понадобятся либо из шестого, либо из пятого раздела пункты, которые второй части касаются этого самого журнала, сборника или книги. Потому что там мы эти данные приводим как для целого ресурса. Но есть нюансы. Вот эти нюансы в седьмом разделе отображены. Поэтому, когда мы работаем с составной частью, со статьями, с главами из книги, мы в первую очередь смотрим все, что касается этого вопроса в седьмом разделе. И потом при необходимости переходим либо в одночасное, либо в многочасное. И смотрим уже уточнение там, как правильно это сделать. Вот это преимущество. Зеленое – это преимущество для статей. Такая вот структура. Куда глядеть? Поэтому, чтобы не листать лихорадочно в гост. Вот где нам пригодится знание вот этих трех определений. Что у нас в руках? У нас одночасное, многочасное или же это составная часть? То есть, что касается электронных ресурсов, статья сайта, статья еще из электронного журнала. Смотрим тоже седьмой раздел. И плюс еще ГОСТ 2022 года. Библиографические ссылки на электронные ресурсы. Вы можете посмотреть наши вебинары. Там на нашем канале можно найти. Мы как раз разбирали очень подробно, как делать на электронные ресурсы, на статьи. И сегодня тоже посмотрим с вами этот вопрос. Вот такая история. Чтобы не листать лихорадочно и вдруг случайно из другого раздела. Потому что многие пункты, они повторяются в каждом разделе. Как указать основное заглавие книги или основное заглавие, то есть название журнала, они и в пятом, и в седьмом разделе будут эти правила. Но они будут отличаться, потому что здесь мы будем говорить именно про основное название журнала, сборника или источника, откуда взята статья и как его правильно сделать. А здесь мы будем говорить про целый ресурс, про саму книгу, про сам журнал, про сам сборник. И вот тут могут быть нюансы. А если мы не знаем вот этого распределения, про израстание сосен и куда они свои корни запустили, и куда в первую очередь надо посмотреть, то мы можем схватить из чужого раздела те пункты, те правила, которые к нашему случаю никакого отношения не имеют. Получится гигантская путаница. А к чему она приводит, я вам попозже постараюсь показать. Поэтому важно знать вот эти три сосны. Это то, что касается классификации. Вот где они нам пригождаются. Плюс это влияет на библиографические описания. Если мы делаем описание на ресурс целиком, оно будет выглядеть у нас вот так. Вот это описание всего сборника. А вот если мы читали только одну статью из этого сборника, то мы делаем описание вот так на составную часть. Видите, две косые черточки. Ага, значит, это статья откуда-то или глава откуда-то. И вот за двумя косами мы уже приводим все сведения, которые необходимы для того, чтобы найти сам журнал, этот номер, открыть эти страницы и прочитать эту статью. Казалось бы, очень легко. Но даже здесь мы умудряемся делать гигантские ошибки или что-нибудь напутать так, что найти источник становится невозможно. Даже если это маленькое, маленькое, самое простое описание – это статья из журнала. Элементы, которые выделены красным. Это те признаки, по которым мы, даже не зная ничего про библиографические описания структуры и прочее, вот только-только начинаем в это входить, мы сразу можем понять, где ресурс целиком, где составная часть ресурса. Это не все, конечно, но самое основное, на первый взгляд. Если пишется вид содержания и средства доступа, они не всегда указываются, но если они указаны, в конце стоит это для целого ресурса, для составной части должно указываться вот здесь до двух косых черточек. Но иногда встречается, что ставят их все равно в конце. Не совсем правильно, поэтому он так немножко другим красным выделен. Внимание обращаем, но имеем в виду, что иногда его в конец почему-то записывают. Ну ладно, окей. А вот по этим элементам мы сразу можем понять, где составная часть, где целый ресурс. Количество страниц в книге и страницы, на которых опубликована статья. Видите, здесь S большое и указано по генацией. С такой страницы по такую-то страницу. И мы уже знаем, что здесь речь идет о кусочке вот из этого за двумя черточками написанного названия. Что это? И вот тут у нас еще пояснение. Мы привели, что это научный журнал, а не сайт, не монография, не еще что-то. Вот на этом мы можем ориентироваться. И в описании ресурса целиком обязательно будет либо номер ИСБН, либо номер ИССН. Но в старых изданиях его не будет, потому что они не представлялись. А вот в свежих изданиях, да, но это тоже один из элементов, на которые мы можем ориентироваться. Вот видите, от того, как мы определили, что у нас в руках и на что мы делаем библиографическое описание, у нас получается совершенно два разных описания, которые несут два совершенно разных смысла. Здесь мы будем искать вот по этому названию. Мы знаем, что это сборник материалов. И вот как он называется. Вот его название. А здесь мы будем искать не вот так, а вот отсюда пойдем. Сначала мы найдем журнал, за какой год, номер. Вот это тоже, кстати, отличительная черта для периодических или продолжающихся изданий. У них будет указан год, номер или выпуск, том. Вот его мы находим, потом в нем открываем вот эти страницы, и там находим уже саму статью. Вот это тоже влияет, где это еще может нам пригодиться, влияет на нашу тактику поиска, выстраивание поиска, что мы будем искать. Ну и, соответственно, где мы это будем искать. Носители информации. Еще одно деление, которое тоже важно учитывать, когда мы составляем библиографические описания. У нас есть одночасная, многочасная составная часть. Это мы уже выучили и знаем, понимаем их важность. Но они могут выходить как в печатном виде существовать, так и в электронном. Причем в электронном они могут быть. Либо там созданы электронная версия журнала или электронный научный журнал. Он уже изначально создается в сети интернет, в цифровом виде. А есть еще размещенные копии печатного издания. Отсканировали, положили. Вот две разновидности электронных ресурсов. И если у нас чисто электронное издание, электронная версия или электронное издание, оно тоже может существовать, кстати, в формате PDF. Вот так его сверстали. Но его не издавали печатно. Вот в печатном виде прийти в библиотеку, попросить открыть и полистать у нас не получится. Его нет, он не существует. Но он выложен тоже в формате PDF. Либо мы берем печатный формат, его оцифровываем и в формате PDF тоже выкладываем в сеть. Но он никогда не выходил в электронном виде. Вот когда мы работаем со статьями из журналов, это обязательно нужно тоже уточнять, в каком виде выходит этот журнал. И обращать внимание на эту информацию. И вот это тоже, эти нюансы будут находить свое отражение в библиографических описаниях. Например, вот так. Статья в печатном научном журнале. Вот она будет у нас выглядеть, как мы уже смотрели с вами. И все, вот простенько. Мы с ней уже знакомы. А если у этого журнала есть и печатная, и электронная версия, и мы смотрели электронную версию научного журнала, читали ее с экрана монитора, и знаем, что это именно версия журнала электронного, то она будет выглядеть вот так. Видите, первая часть. Все то же самое, как для печатного, но потом мы пишем электронную версию. Это значит, что у журнала есть и печатная, и электронная версия. Адрес URL, где мы читали. Дата обращения. И для научных журналов еще указываем, откуда мы в нее попали. Текст электронный. Все это мы до двух косых черточек. Потому что у нас статья. И вот с какого сайта мы сюда зашли. И это мы тоже все здесь указали. Если у нас копия, электронная копия, статья выходит в печатном виде, ее отсканировали, положили на сайт, мы понимаем, что журнал, видим, что он не выходит в электронном виде, и версии электронной у него нет. Мы понимаем, что это просто отсканировали, положили, отцифровали, положили, но он выходил. Единственное, только в печатном виде. Тогда вот здесь вместо электронной версии мы пишем электронная копия печатного издания. И вот когда мы видим эти слова, мы уже понимаем, что ага, в электронном виде он не издавался. Но его можно найти в библиотеке, прийти и попросить. Он есть в печатном виде. Его можно найти, так сказать, вживую, взять, открыть и полистать. А это просто его в таком виде представили, чтобы легче было находить. Но он существует и официально зарегистрирован исключительно как печатная версия. Где это может еще пригодиться? Если мы сами проставляем эти слова и видим в чужих описаниях электронная версия или электронная копия печатного издания, то когда мы пишем свои статьи, в некоторых изданиях просят не надо много электронных ресурсов. И иногда вот такие вроде бы научные статьи из научных журналов тоже относят к разряду «Ой, это все электронный ресурс, так много нам не надо». Хотя в последнее время вроде так не особо стали придираться. Все-таки это научная статья, какая разница, я читала в печатном виде или в электронном. Но если мы с этим столкнулись и можно, конечно, пойти двумя путями, спорить, доказывать и убеждать, либо нам все-таки нужна публикация. Тогда мы смотрим, говорим «Окей». Смотрим везде, где есть слова электронная версия или электронная копия печатного издания. Это значит, печатный-то вариант у него есть, значит, мы можем все, что после страниц, убрать. Раз, и откусили кусочек. А вот если журнал выходил исключительно в электронном виде, у него печатная версия есть, мы уже откусить кусочек не сможем. Он останется также с URL, датой обращения и прочими радостями электронной жизни. Там мы этого сделать не сможем. И если бы у нас этих подсказок не было, нам приходилось бы опять пересматривать весь список, перепроверять все журналы, представлять, какая работа. А так мы открыли. О, и есть все. Вот это откусываем, это не откусываем, это убираем, это мы не можем этого сделать. То есть это сокращает работу над списком литературы, если вдруг поступают такие истории. Статья на сайте. Еще один вариант. Просто в личном блоге... Прошу прощения, я не знаю, это учебный пример, поэтому я не знаю, есть ли личный блог у этого автора или личный сайт, поэтому прошу прощения, мы немножко здесь покреативили для наглядности. Ну, например, человек написал статью и выложил в своем блоге или на своем сайте эту статью. И она у нас тогда будет выглядеть вот так. И смотрите, какая история. Все, и вот это, и вот это в электронном виде оно где-то размещено. Но разница еще где. Если это научный журнал, то это одна история. Мы ее можем включить, например, в список пристательной библиографии. Если это просто статья на сайте, на каком-то выложенном, то у нее нет статуса научной. Хотя она по тексту там, может быть, вполне даже научная. Но в издательстве нам скажут, судя по этому описанию, которое вы даете, это просто страница сайта, на которой размещена какая-то там статья. Она прошла издательский цикл? Не прошла. Была она официально издана? Нет. Неизвестно. Поэтому в список литературы вот такие источники не включаются. Но мы же их упоминаем в своей работе. Значит, нам надо на них дать как-то ссылку. Ссылку, сноску. Даже если у нас в квадратных скобочках мы оформляем наши ссылки затекстовые. Но вот в этом случае делается ссылка, сноска. И вот здесь мы в примечании пишем, что информация или цитата, которую мы взяли, это материал такого-то сайта и даем вот это описание. То есть это просто электронный ресурс. Понимаете, в чем история-то заключается? Она потеряла как бы у нас статус научный. Хотя она по сути-то является, но ту же самую статью автор положил к себе на сайт. Но если там нет указаний, что она была издана где-то в каком-то журнале, она уже под понятие научной статьи не попадает. Поэтому, если у вас такие источники встречаются, попробуйте перепроверить, как это можно сделать. А вдруг она была официально издана? И тогда она повысит свой статус, попадет в список пристатейной библиографии, и у нас все замечательно и прекрасно. То есть не лишаетесь сами себя возможности увеличить список литературы. И мы его хорошенечко так можем увеличить. Как перепроверить? Прошу прощения, коллеги, что-то у меня камера начинает барахлить. Скажите мне, пожалуйста, хорошо ли слышно? Поставьте, пожалуйста, огонек. Что-то у меня немножко отключилось. Ага, слышно. Хорошо, тогда пока надеюсь, что она поправится. Не будем на нее отвлекаться, поэтому просто посмотрим дальше. Мы можем проверить. Ну ничего, Александр, я надеюсь, что сейчас поправится камера. Что-нибудь у нас получится. Давайте я попробую тогда перезайти. Быстрее. О, помогло. Как это перепроверить? Е-лайбрери. Заходим, авторизуемся. Вот здесь обязательно авторизация, когда регистрируетесь в Е-лайбрери или уже зарегистрировано. Проверьте, есть ли у вас, зарегистрированы ли вы как читатель или как автор тоже. Там есть две позиции. Можно просто как читатель, а можно еще и как автор. Вот если не стоит галочка на автора, поставьте ее, если вы уже там регистрированы как читатель. Либо при регистрации сразу и автором, и читателем. Это расширяет возможности нашего, расширяет функционал, расширяет наши возможности. Заходим, авторизуемся. В левой панели меню находим поиск. Вот сюда название статьи. Причем можно даже не до конца, но мы просто скопировали и поставили все. Дальше настраиваем параметры. У нас статья. В названии публикации, в аннотации включенной, вот это нам не надо. Мы ищем исключительно только по названию статьи. Нам важно, чтобы это было только в названии статьи. Поэтому мы выбираем только вот эту галочку ставим. Дальше. Это статья. Из этого мы не знаем желтенького. Мы подразумеваем, что может быть она была опубликована. Но где? В журнале, в сборнике, конференции. Скорее всего. На всякий случай можем поставить и то, и то. Но если вы точно знаете, что это журнал или сборник, тогда просто одну галочку можно поставить. Мы перестраховались. Идем ниже. Автор. Если мы знаем автора, лучше его сюда добавить. Через кнопочку нажимаем добавить. Откроется всплывающее окошко. И там нужно только обязательно ввести не просто фамилию, а фамилию с инициалами. Потому что однофамильцев очень много вы потом замучаетесь искать. Фамилию с инициалами поставили. Там нажали. Ее ввели. И можно сразу окошечко закрыть. Она автоматически добавится сюда. Проверяем. В поле автор есть. Ну и все остальное мы можем даже не трогать. Видите, мы здесь вот как стояло по умолчанию настройки. Мы их даже не потрогали. Поиск. И вот смотрите, он нам нашел буквально пару минут. И он нам пишет, что о, а статья-то была, оказывается, опубликована. Ну супер. Вот оно. Вот они данные. Но мы не берем данные. Вот отсюда просто копипасту мы вставляем их к себе. Вы видите, что нам их для библиографического описания придется немножечко поправить и перепроверить. Здесь тоже очень интересно иногда пишутся данные. Но, по крайней мере, мы нашли источник. Мы знаем все. Мы вот эти данные можем забирать. И мы удостоверились, что эта статья была официально опубликована. Все супер. Обращайте внимание. Есть еще три сосны, о которых нам важно помнить. Есть издание, есть публикация, есть неопубликованные или непубликуемые документы. Про них мы сейчас говорить не будем. А вот эти две вещи для нас важны. Термин публикация мы и там, и там используем. И когда говорим про издание, и когда говорим просто про публикацию. Вот наш пример. Статья сайта – это публикация для массового использования, для массового ознакомления. Она на публику. Но статья, опубликованная в научном журнале, она тоже публикация. Но она официальная публикация. Публикация издания. Вот здесь важно две разные публикации отличать друг от друга. Статья, которая публикуется в научном издании, проходит издательско-редакторский цикл. Она рецензируется. Она выходит в издание, которое зарегистрировано. У него есть номер ИССН. Есть ли о книгах то же самое. И, кстати, я могу написать книгу, положить на свой сайт и назвать ее книгой. Это будет публикация. Но вот эта публикация. Я не могу, я не имею права ее продавать. Как книгу. Потому что у нее нет номера ИСБН. Для того, чтобы она была зарегистрирована в Российской книжной палате. Ее могли приобретать на законных основаниях библиотеки. Например, книготорговые организации. Для учета контроля нужен номер ИСБН. Для периодических продолжающихся изданий это номер ИССН. То есть это официально изданная книжка. И вот тогда она приобретет совершенно другой статус. Почувствовали разницу? В описаниях, если это официально издано, и есть вот эти номера ИСБН или звание научного журнала, которому присвоен ИССН, мы можем делать на них описание как на книгу, как на электронную книгу, на журнал, на электронный журнал, на статью из научного журнала. Все остальное, что просто положено на сайт, это просто страница сайта. Это просто пойдет в электронные ресурсы. Даже если там написана книга, я могу написать хоть монографию. Но этой монографией являться не будет. Это вот так захотелось автору назвать. Почувствовали разницу? Вот на что важно обращать внимание. И то, что издано, оно идет в список литературы, научной литературы. То, что не издано, но опубликовано, оно идет в список электронные ресурсы. Какая-то что-то, статья, страница, сайта, блога и так далее. То есть чувствуете, как ранг меняется? Вот это научная литература, а это уже не научная литература получается. Обращайте на это внимание. Вот как знание вот этих маленьких нюансов, оно может влиять на то, как мы будем делать описание. Где находить эти сведения? Рассмотрим на примере книги. Что для нас важно? Титульный лист. Это титул, оборот титульной страницы. И концевой лист. Вот две вещи, которые для нас важны. Самое главное – это титул, оборот титульного листа. Но не забываем про концевой лист. Он нам тоже пригождается и очень сильно может помочь. Это то, что находится в конце книги. Там, где типография отпечатана, подписаны в печать, приняты в типографию и так далее. И вот такой штрих-код номера СБН. Иногда вот таким штрих-кодом тоже сейчас стали размещать. Он тоже здесь находится. Вот важные вещи, где находятся наши предписанные, скажем так, источники, откуда мы берем информацию. Титул. Выходные сведения содержат. Что здесь есть? Вот прям по схеме я вам здесь расписала. Потом можете посмотреть, поизучать уже более подробно. А вот схема. Берем самую простую. Для книги. По областям, элементам. Что, где находится. Вот мы их здесь с вами привели. И вот мы составляем по этой схеме и, пользуясь вот этой шпаргалкой, описание на эту же книгу, например. Вот мы смотрим. Заголовок. Вот он. Ага. Значит, заголовок у нас где? В самом начале. Вот он у нас сюда пришел. Есть. Отлично. Основное заглавие. Вот оно. Вот его берем. Прямо как здесь написано. Мы его сюда вставили. Отлично. Смотрим. Жанр целевой читательской назначения. Это что такое? Можем открыть ГОСТ, посмотреть четвертый раздел или посмотреть пятый раздел. У нас же одна книга целиком. Это одночасный ресурс. Что это такое? Это пояснялка. Это не монография, это не сайт, это не драма, не комедия, не роман в стихах, не сборник. А именно учебное пособие. Вот оно нам пояснило. Что это такое из названий? Не очевидно. Вот это пояснялка. Пояснялки – это сведения, относящиеся к заглавию. Что оно поясняет? Заглавие. Вот мы его после заглавия пишем. Вот все по схеме мы идем. Сделали. Закосуя чертой. Первое сведение об ответственности. Смотрим в ГОСТИ. Что это такое? Это автор или авторы. Вот мы его записали. Было бы несколько авторов, мы бы их сюда записали. Было бы пять и больше, мы написали бы первых трех и идеры. Откуда мы эти правила берем? Опять из ГОСТа. Одночастный ресурс, одноуровневое описание, пятый раздел. И вот там смотрим. Как? Прямо по элементам. Они как раз по этой структуре, вот по этой структуре, они располагаются, эти пункты, ровно по порядочку. Поэтому если вопрос какой-то возникает, где это искать в ГОСТе? Так, что? Стоп, у меня что? У меня книга, пятый раздел, отдельно, одночасно, одноуровневое описание, пятый раздел. И вот по порядочку, схему, тынь-тынь-тынь, у меня какой вопрос? Про место издания, где оно идет? Ага, сведения. И еще вот эти названия, сведения об издании, физическая характеристика. И еще это в ГОСТе подразделы. Ага, между ними, вот оно, место издания. Все, я смотрю вопрос. Ответ на вопрос. То есть она, вот эта схема, она тоже помогает ориентироваться в самом ГОСТе. Написали. Издание третье, куда мы это пишем? Сведения об издании, вот оно, вот мы его сюда написали. Дальше, место издания. Область немножко по-другому называется, мы ее по элементам расписали. Москва, издательство, год, вот они, вот, я беру отсюда, вот они, у меня уже стоят знаки. Я просто вставляю сюда свои слова. Академическая книга, это что такое? Серия, вот у меня подсказка идет, серия. Ага, смотрю в ГОСТе, где там серия. Она всегда в круглых скобочках, после страниц. Вот я ей написала все. Ну, текст непосредственно, это уже, если она только печатная, вот написали все в конце сами. Чего у нас не хватает? У нас не хватает страниц, номер СБН. С титульного листа мы этого не увидели. Ну, смотрите, мы практически все собрали. Это как пазл собрать, мы ничего не придумываем. Мы берем схему и по схеме делаем описание. У нас не хватает номера СБН и страниц. Открываем оборот титульного листа. Вот он, номер СБН, вот он, номер СБН. Вот это пояснение в обложке мы с вами, как не библиографы, можем не писать. Вот он, номер СБН, вот мы его взяли, поставили. Количество страниц, откуда его взять? Ну, иногда можно взять отсюда. Но перепроверьте. Если у вас есть источник на руках, откройте, посмотрите. Количество страниц проставляется по последней нумерованной странице. То есть, если у вас заканчивается текст, например, 240 страниц, а потом идет еще ненумерованное какое-то приложение на 10 страниц, мы пишем вот эти 240 страниц. Библиотека-реектологизаторы с библиографами. Они будут высчитывать вот эти ненумерованные странички. И наверняка видели иногда в каталоге, когда берешь, после страниц еще написано что-то. В квадратных скобочках иллюстрации 6 или сколько-то еще страниц. Приложения и в квадратных скобочках. В квадратных скобочках это значит сами ручками посчитать. Это ненумерованные страницы. Для нас с вами, для списка литературы, достаточно указать те страницы, которые пронумерованы. Последняя нумерованная страница. Вот все. Все. Наше описание готово буквально за пару секунд. Вот посмотрите. Но чего не рекомендуется делать? Брать целиком и полностью готовое описание с оборота титульного листа. Вот сравните. Вот немножко я его вам увеличила. Как написано там, как написано у нас. Видите двоеточие? Меня делено пробелом. То есть это как грамматический знак. А на самом деле он знак библиографический. Они пробелом с двух сторон отделяются. Учебное пособие почему-то с большой буквы. То есть оно также написано на титульном листе. Ну, надо немножко подумать. Вообще-то это не заглавие. Это не другое заглавие. Это пояснялка. И вот мы открываем гост и читаем, как там написано. С маленькой буквы. После двоеточек. Значит, пишем с маленькой буквы. Город, как мы указываем, мы сейчас не сокращаем. Пишем полностью. И в 2013 году тоже, в общем-то. Старые описания, вот они будут содержать такие нюансы, которые нам надо исправлять. И вторая опасность, которая нас подстерегает наоборот с титульного листа. Для любителей копипаста. Ой, я открою, здесь есть. Просто не глядя. Скопировал и поставил. Очень много сейчас в целях экономии изданий выходит в формате в авторской редакции. Что это значит? Вот как автор принес текст, включая макет аннотированной карточки. То есть он сам составляет библиографическое описание. Вот это наоборот. Ну и из Бенга только не присваивает и индексацию чаще всего не делает. Сам пишет аннотацию. Вот как он принес вот это. Вот это так и пойдет в печать. Вот это называется в авторской редакции. Быстрее издается, дешевле стоит, но последствия могут быть катастрофичными для нас с вами и для автора тоже. То есть здесь мы можем допустить какие-то ошибки, их могут не проверять. То есть вот это вот в авторской редакции может быть в таком виде. Поэтому, пожалуйста, вот этот вариант. Пожалуйста, пожалуйста, учитывайте. То есть доверяй, но проверяй. То есть нужно все равно найти этот источник и перепроверить. Именно поэтому у нас сейчас очень много таких описаний, которые просто с оборотов тетельного листа себе в список источников. Мы потом из него, из этого списка источников к себе, другое от нас и пошло гулять по сети. А потом мы не можем найти этот источник, а потому что вот так составили описание. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Ну и концевой лист. Вот что он содержит. Он еще раз повторяет те данные, которые были на титуле. Поэтому, если что-то нам там вызывает сомнения, мы можем проверить здесь. И содержит международный стандартный номер СБН. Если вдруг там мы его не обнаружили, мы можем его найти здесь. И выпускные данные. Выпускные данные смотрите, особенно в случае расхождения годов. Год издания на титульном листе стоит 18-й. На обороте титульного листа стоит 19-й. Так какой же нам писать? Ну, вообще, по правилам, мы должны написать, что это 18-й год. А в примечениях указать, что это ошибочное сведение. А вот на самом деле это 19-й. А если не ошибочное, а если ошибка на обороте титульного листа, так какой же год? 18-й или 19-й? Заходим на концевой лист и вот здесь смотрим, когда у нас там было подписано в печать. Подписано в печать, например, в 19-м году. Ну, в 18-м он никак не мог выйти. Вышел раньше, чем подписан в печать, но не может такого быть. То есть это нам еще помощь, когда у нас по годам возникают разночтения титула оборота титульного листа. Можно перепроверить вот здесь по фразе подписано в печать. Когда? Ну, вот мы можем так сориентироваться. Ну, тогда в примечаниях, в области примечаний, в конце мы допишем, что на титуле указано вот так. Вот. И в соответствии с ГОСТом составить правильное описание. То есть перепроверить можно здесь. Но не всегда так бывает. Иногда титульные листы могут выглядеть очень загадочно. Ну, например, вот так. Вот. Оборот титульного листа. На титульном листе только название автора больше ничего. Либо вот такая информация у нас есть. То же самое. Оборот титульного листа выглядит вот так. На титульном листе только название, красивая картинка, все. Либо вот такое издание. Не знаю, как это, что это. Вроде бы выглядит как книга, но есть номер. Значит, это журнал, а если на описании сделано, как на книгу. А как он называет? И каждое вот это название, оно разное. То есть получается, там идут номера, выпуски, но каждый раз название разное. То есть нет как-то единого названия журнала. То есть это не журнал, но номера выпуски, 8 выпусков в год. Или это все-таки журнал? Или что это? А описание идет как на книгу. Так это, что вот это вот просто книга, а вот это вот эта серия. А если это книга, то номер какой должен быть? СБН, ССН, что? Вот загадка природы, что это за источник. И вот в этих случаях мы не можем обойтись без самого источника. Материала в нем содержится недостаточно, либо он требует уточнений или перепроверки. Нам это необходимо сделать. Поэтому нам нужно осуществлять поиск вовне. То есть смотрите, внутри источника мы уже знаем, откуда брать предписанную информацию, но иногда ее недостаточно, либо она настолько запутана, что нам приходится обращаться куда-то еще и находить либо сами источники, либо информацию о них. Где мы это можем сделать? Ну вот возьмем тот самый пример. Кстати, реальный случай. Студенты писали проект. И вот руководитель этого проекта обратился с вопросом. Мы с ними замучились, что делать? Вот все, что есть на обороте титульного листа. На титульном листе на обложке только автор названий, там красивые картинки, больше все, больше ничего нет. Ни года, ни аннотации, ни ББК, ни УДК, ни авторского знака. Ничего, видите? Даже вот так может выглядеть оборот титульного листа. Слава богу, есть и СБМ. Так вот, если мы сталкиваем СБМ не просто так красивые цифры для усложнения нам жизни, это наоборот для облегчения. Если мы пишем номер СБМ в самом описании, приводим то по номеру СБМ, мы можем найти источник. В теории должно быть так. Радостно мы берем номер СБМ. Я говорю, а что же вы по номеру СБМ-то не поискали? Попробуйте найти. Нету такого. Пробуем искать. Вот посмотрели два ресурса. ISBN.ru и Nicebooks. Кстати, Nicebooks мне немножко больше понравился. Он лучше ищет. Это онлайн поиск по номеру СБМ. Прямо заходите по этой ссылочке. Ссылочки активные, поэтому можно зайти из презентации, прямо перейти на эти сайты. И в конце я их вам в презентации оставила, там списки они есть. Nicebooks очень хорошо ищет, но в данном случае он нам выдал... Он англоязычный, поэтому переводчик включить, чтобы можно было по-русски читать. И он нам выдал две полосочки. Зеленая. Номер действителен. То есть, слава тебе, Господи, он реальный, не фальшивый и действительно есть какая-то книга, которая идет под этим номером. Ну, спасибо. Утешили. А вторая полосочка, жалостла оранжевая. Не найден. Не нашел он такого источника. Как же так? Книга есть и ее вроде нет. Остается только одно. По номеру СБМ мы не нашли. В Е-лайбрере заходим. В разделе книги нету такого. В электронном каталоге РГБ искали. Есть книги этого автора. Да, много. Но не это. Вот именно этой книги нет. Что такое? Как же там? Книга есть и вроде нет. Что за невидимка такая? Ну, остается нам самое простое, с чего обычно и начинается. Поисковик Яндекс. Хорошо, давайте через поисковик. Вводим номер СБМ. О, чудо! Книга-то, оказывается, есть. Вот он нам выдает даже несколько ресурсов, где название, автор, прям вот все совпадает. И уже даже не открывая этот ресурс, мы восполняем пробел. Год издания. Ура! Мы его нашли. Слава тебе, Господи. Остальное у нас вроде бы все известно. И еще мы увидели, что это за книга. Ага. О Нижнекамске, предприятии для младшего школьного возраста. Ну, хотя бы какую-то информацию об этой книге узнаем. Можно зайти на эти странички, конечно, и посмотреть более подробно. А вдруг там что-то есть нужное нам. Ну, вот мы сюда и заходим. По первой ссылочке. Лифлип. Или лайфлип. Зашли. Вот мы видим, как выглядит эта книжка. Обложку. Год издания. Номер из Бен совпадает. Ну, а дальше вся информация, которая нам, в принципе, уже известна с обороты титульного листа. Ну, вот написано, да, аннотация для читательского назначения, о чем эта книга. Все. Больше никакой информации в интернете нет. Даже вот так вот. Но, зато, мы меняем условия поиска и вводим по автору и названию. И нам выдается информация, ну, помимо того, что об авторе, можно посмотреть там. Мы смотрели на зоне, там еще где-то там, книги автора и прочее. Информация, если и была, то только вот в таком виде, не более того. То есть мы ничего нового оттуда не узнали. Но, зато, нам стали попадаться в статьи об этой книге. Она где-то мелькнула. Автор не найден, но зато есть название книги. Что вот, во-первых, какая-то информация с сайта ВК отдела комплектования и обработки литературы библиотеки. И второе, новость, новостная какая-то статейка о том, ну, статейка, простите, не пренебрежительна, маленькая статья, да, об этой книге. Она упоминалась. Вот мы, вот это мы как раз открываем и смотрим. Что мы отсюда смогли получить? Казалось бы, совершенной информации. Мы узнали самую важную информацию для нас. Почему она такая загадочная? А это было подарочное издание для первоклассников Нижнекамска, которое там губернатор, мэр, кто-то там вручал торжественно, в количестве 300 штук она была отпечатана. И вот, то есть она не поступала в продажу, она не для распространения по библиотекам. Это подарочное издание, особое издание. Вот, вот эта информация для пояснялки к заглавию. Что это за книга? А вот сюда мы можем написать, что это подарочное издание. Как пишут, юбилейное, иллюстрированное, альбом, там, репродукция. А вот здесь мы пишем, что это подарочное издание. Вот эту информацию мы получили из статьи. То есть мы ее можем взять в квадратные скобки, потому что мы ее нашли, сформулировали сами. И мы узнали, когда это было. И самое главное, мы установили примерное количество страниц. То есть вот, есть фотография. К счастью, была книги открытой примерно посередине. Там значилось 34 страниц, 34, 35. Значит, примерно прикинув, ну, страниц 70, может быть, 70 с небольшим. Мы это можем записать в странице, но поставить со знаком вопроса. В гости смотрим, там про это тоже написано. То есть мы не уверены. Ну, примерно 70, да, со знаком вопроса. Но у нас получилось очень достойное, приличное библиографическое описание вот этой самой книги. Место издания, издательство установить так не удалось. Это типография. Это где она была отпечатана. Возможно, здесь речь идет о Нижнекамском издательстве. Но каком не написано. Может быть, мы его можем поставить под знаком вопроса. Город тоже Нижнекам. Скорее всего, издательство находится там. Мы можем тоже поставить под знаком вопроса или в квадратные скобочки смотрим, как это оформляется в гости. И вот таким образом мы можем составить библиографическое описание. То есть его запомнить. А есть еще один вариант. Мы же видели, была статья какой-то библиотеки, отдела комплектования, там школьной библиотеки, где вот эти вот книги, видимо, тоже подарили. Мы можем связаться с ними и выяснить этот вопрос. То есть да, иногда приходится даже вот таким нетривиальным образом. Вот недавно мне пришлось вот так вот выяснять. Делали описание для монографии. И там цитировалась глава из книги. Книга вообще никакого отношения к теме монографии не имеет. Абсолютно другая тематика. Но там оказалась глава, которая идеально вписывается в контекст работы. И автор ее поставил. Но описание дал, как на всю книгу. Ну, как мы обычно и делаем. Я смотрю, говорю, простите, а вы пишете про бухгалтеров, а у вас здесь книга про помидоры. Вы ничего не напутали? Это действительно эта книга? Да, там есть. Ну да, вот он мне объясняет, что она не относится, но там есть глава, которая подходит. Я говорю, она как-то называется? Ну да, у нее есть название. Я говорю, а какое? А я не помню. Книги на руках не оказалось. Пришлось добывать, находить, слава богу, оказалось, что соавтор этой книги-источника, немножечко знаком, и вот пришлось через третьи, пятые контакты выйти на него и сказать, ну, хотя бы мне скрины пришлите, пожалуйста, чтобы мне посмотреть титул, оборот и название этой главы. Ну вот, да, иногда бывает даже вот так. То есть в этом случае, если бы мы пошли дальше, если бы это была не студенческая работа, а, например, диссертация или магистрская ВКР, мы, наверное, бы вышли на личные контакты с библиотеками, попросили бы прислать скрины или поделиться опытом, как они делали описание в этом случае, чтобы нам правильно, более грамотно его составить. Но так как это был студенческий проект, там типа реферата, доклада, они выступали там в группе. Ну, это не курсовая, не диплом, никуда в публикацию эти данные не шли, но на этом можно было для студентов, например, остановиться, чтобы не мучить их. Могут быть еще вот такие истории, когда у нас вообще источника нет, а есть только библиографическое описание. Вот такое. И еще одна проблема, когда нам нужно обращаться к источникам, пожалуйста, проблема двоеточия. Прямо сейчас такая эпидемия идет. После основного заглавия. То, с чем мы с вами уже сталкивались по поводу учебного пособия. Вот здесь, на своем месте двоеточие или нет. Вот если у вас попадаются двоеточия, перепроверяйте, потому что кто как может, кто как понял, тот так и пишет. И вот в этом случае опираться на чужие описания мне приходится, нужно найти сам источник и посмотреть, а как же там было у автора на титульном листе. Потому что вот в этом случае вот это все длинное, это одно заглавие, и написано оно именно вот так у автора. То есть на титульном листе автор написал вот так с двоеточием, и вот когда мы будем его искать и воспроизводить, мы его будем писать вот так вот полностью. Вот две частые вещи, которые нам попадаются. А вот нету. А вот нету. Да, здесь должно быть, естественно, ответственность, область ответственности, первые сведения об ответственности. Сюда мы совершенно верно, Елена, должны написать. Ну вот так вот написали описание. Но мы сейчас пока вот на эту ошибку не обращаем внимания, нам главное вот это. Можно вообще вот это вот все будем написать. Только основное заглавие. И начнем с первого примера. Как его найти? Где его найти? Мы видим, что это статья из какого-то сборника материалов конференции. Значит, скорее всего, в Е-лайбрере оно есть. Все ли здесь? Вроде бы все правильно. Но давайте перепроверим. А есть ли вообще такая статья? Тем более искусственный интеллект. Сейчас чата ГПТ иногда такое вот такое же красивое генерирует, но на самом деле то ли автора нет, то названий, то статьи не существует, то ни того, ни другого нет. Итак, мы заходим в Е-лайбрере. Опять же, авторизуемся. Уже знакомый нам поиск, название статьи, авторы. Если знаем, добавляем. Если нет, не добавляем. В данном случае мы не добавляли автора, просто по названию статьи. И мы уже точно знаем, исходя из описания, что это материалы конференции. Поэтому мы галочку ставим только сюда. И вот он нам выдает результат. Слава тебе, Господи, такая статья есть, авторы есть, все нормально, и даже сборник такой есть, но, видите, он называется немножко по-другому. Не просто Ломоносовские чтения научные, а студентов, аспирантов, молодых ученых 2019. Ага, значит, есть еще 2020, 2021, 2022 и так далее. И дальше самое главное. Опа! А это оказывается не одночасный ресурс, как мы подумали в начале, а многочастный. В двух томах. Кто ответственный, да, издательство, составитель, год есть, страницы указаны, все вроде бы хорошо, за исключением одного момента. А в каком томе из этих двух опубликованы эти статьи? Вот из этой информации, которую мы получили, справочной, мы этого не видим. Значит, нам надо найти для нашего правильного описания, в каком же из этих двух томов эта статья была опубликована. И тут мы можем пойти двумя путями. От поиска сначала сборника, потом статьи, либо от поиска статьи и через нее перейти к сборнику. Показываю оба. Если мы идем, ищем сначала сборник. Заходим вот в левой панели меню, навигатор. Мы выбирали поиск, а теперь мы выбираем либо журналы, либо книги. У нас сборник материалов конференции. Значит, это скорее всего книги, это не журнал. Пробуем с него. Ага, есть, нашел. Вот сюда мы можем добавить год. Мы его уже знаем, поэтому мы сокращаем вот эти все 2020 и прочее. Они нам уже не будут воспроизводиться. Вот сюда в условия поиска ставим год. Сортировка. Ставим погоду. И вот здесь выборку лучше делать все книги на портале e-library. Мы не знаем, он входит в ринц или нет, индексируется или нет. Поэтому ставим, чтобы все нам показало. Даже если он не индексируется, мы его найдем. Нажимаем поиск. И вот он нам выдает, что есть три издания. Первый том, второй том и вот что-то вообще просто. Просто том. У нас в двух томах. Значит, мы либо этот, либо этот будем смотреть. Ну, а дальше просто открываем каждый том и там выискиваем автор. Вот это не очень удобно. Если нам нужно уточнить сведения о самом сборнике, который мы точно знаем, ну, тогда да. Тогда вот этот поиск по навигатору через каталог книг или журналов, вот этот путь удобно осуществить. Но нам нужно немножко другое установить. Поэтому вот там. Нам нужно найти в каком-то из этих томов опубликованную статья. Поэтому здесь мы просто на название статьи кликаем и попадаем второй путь. Через статью. Попадаем на карточку статьи. И вот здесь написано, что это том 1. Ну, теперь уже легче. Мы можем либо через каталог книг его искать, а здесь вообще шикарно. Смотрим. Смотрите всегда правую панель инструментов. Если видите зеленый значок, полный текст сборника, значит он в открытом доступе, в полнотекстовом формате. Его нажимаем, попадаем и всю информацию про этот сборник мы получаем и обложку, и титулный лист, и оборот титулного листа. Все, что нам надо. Вот мы их нашли. Но не всегда вот этот значок есть. Он может быть закрыт. И вот тогда нам понадобится найти сам информацию о сборнике в том же илайберере. Она будет предоставлена. Вот как раз, как мы первый путь смотрели с вами. И здесь на карточке статьи, во-первых, уточняем все сведения, телеавторы, страницы, год, тип статья в сборнике трудов конференции. Все нормально, все совпадает. И если нам не хватает информации о самой конференции, которую мы в описании должны написать, вот смотрим. Если это сборная конференции, обязательно информация о ней будет. Когда, год и так далее. Вот, пожалуйста, всю информацию мы собрали. Спокойно можно делать описание. Нажали на зеленую стрелочку в кружочке, и вот мы получили всю необходимую нам информацию. И вот вопрос теперь. А если, кто у нас там спрашивал про электронные, запись для оборота титула книги выходит только в электронном варианте, Наталья Мороз, вот вам, пожалуйста, сборник выходит только в электронном варианте. Как это оформлено здесь? Но не как образец. Вот ровно так же вы можете ее указывать, только писать, что это электронные издания. Сейчас мы посмотрим, ну вот один вариант, да, нигде нет, и образец и не найдете, то есть тут нужно из двух ГОСТов посидеть, поломать голову, подумать и составить, потому что вот это тоже не образец. Вы видите, электронный ресурс, который мы уже давно не используем, этот термин, да еще в этом же месте. Его здесь просто нет. Это то, что мы пишем текст электроны. Электронные текстовые данные тоже не совсем, наверное, стоит так писать. Но это, вот мы еще установили одну важную вещь, когда мы не из Е-лайбрии, а мы открыли, нужно было открыть карточку издания, и вот там мы увидим эту информацию, что он выходит только в электронном виде. И на обороте титульного листа вдруг мы обнаружили, что это чисто электронное издание. Хотя видите, как печатное выглядит. И вот тогда мы можем, например, сделать вот так, как один из вариантов. Мы дописали сюда в область примечания, что это электронное издание. URL можно ставить там, где она, если находится в ЭБС, то на ЭБС. Если это находится в Е-лайбрии, мы сделали вот так, мы его нашли в Е-лайбрии, мы сейчас поставили как-то ссылочку на него. Либо если лежит на сайте издательства, и вы заходили через сайт издательства, и там проверяли информацию, можно поставить гиперссылку на сайт издательства. То есть вот у нас получилось вот так. Первая часть. И вот здесь мы обязательно пишем, что это текст электронной этой статьи. Ну, вот таким вот образом. И вот как выглядело это на обороте титульного листа. Ведь мы немножечко подправили, так, чтобы это можно было более просто сделать для не библиографа, для не студента, и, вернее, для студента не библиографа, для не студента-преподавателя, не библиографа тоже. Ну, вот немножко в таком упрощенном варианте. Ну, в принципе, здесь все данные есть, которые необходимы для того, чтобы найти именно эту статью. Что это двухтомник, что это том первый. Вот страница. Мы все перепроверили, привели. Вот, пожалуйста. Дмитрий Ронзин. Да, конечно же, в нашей группе Директ Академия можно будет найти... Сейчас я вам дам. Да, даже можно просто набрать в ВКонтакте Директ Академия. Вот. Либо вот адрес группы. И там ссылка обязательно в комментарии к анонсу. Там размещен анонс нашего вебинара. И там обязательно в комментарии будет ссылка на запись, когда она приготовится. Так что не потеряйте. И вот для статей. Алгоритм уточняющего поиска через e-library. Как это найти? Ну, вот здесь я вам немножко расписала. Про две точки. Вот это вот несчастное описание, в котором не указали сведения об ответственности. Но, да бог с ними, нас интересует сейчас вот эта часть. Смотрите, если мы не ищем сам источник, а идем более коротким путем. А сейчас открою РГБ. А сейчас открою ЭБС. А сейчас открою саму книгу. Смотрите. Вот вам три варианта описаний из каталога РГБ. В самой книге с оборотов титульного листа. Вот так. И в некой ЭБС. Ну, не скажу, какой. В одной ЭБС, например, вот так приведем. Какой из этих вариантов правильный? Вот нам все равно придется, затратив время вот на это, а мы могли бы это сделать сразу, найти сам источник и посмотреть. Стоп. Здесь никакой точки, двоеточие не стоит. Значит, здесь должен стоять какой-то другой знак. Какой? Открываем ГОСТ. Пятый раздел. Основное заглавие. И вот там есть несколько пунктов, которые касаются, как писать. Если есть другое заглавие. Если есть сложное. Что такое сложное заглавие. И там говорится, если чего стоит, что ставить. Если ничего не стоит, какой знак ставить. Все. Нашли. Посмотрели. Знак поставили. Все. Мы спокойно живем. Кстати, одно из этих описаний, оно, в общем-то, соответствует этому правилу. А вот какое, посмотрите, год. Но мы уточнили, что никакого двоеточия здесь нет. Значит, нам нужно пользоваться другим. И вот это вот описание было некорректно. Не совсем правильно. Вот вам, пожалуйста, алгоритм. Как искать книгу, сборник, журналы в самом e-library. Я вам тоже... Ну, тут примерный. Вы можете его переделать, перестраивать под себя, как вам угодно, как вам удобно. Это примерный такой порядок действий, как быстро найти книгу, сборник, журнал, чтобы проверить данные о ней, данные о статье. Там через карточку статьи, а здесь мы делаем так. Ну и как это выглядит в реальности? Заходим в e-library. Например, сборник ищем. Нажимаем книги. Не журналы, книги. Даже если у нас сборник, материалы в конференции 5, 6, 20. Название, видите, мы даже до конца его не набрали. Или ИСБН. Вот где нам ИСБН еще пригодится. Оставляем все книги. Сортировка. Можно сделать по году. Например, самые свежие 24-23 в обратной хронологии. Они у вас пойдут. Можно выбрать другой тип сортировки. Порядок по убыванию, по возрастанию, в зависимости от того, что мы ищем. Поиск. И вот он нам выдает результат. 27 книг вообще найдено по этой теме. Вот они все пошли. И вот здесь мы можем уточнить поиск. Ввести, например, год, если мы его знаем. Мы его знали, например. И вот та карточка журнала, о которой я вам говорила. Если нам нужны сведения о самом издании, мы открываем карточку сборника. С журналами та же самая история. Также находим журналы. Только открываем раздел не книги, а журналы в левой менюшке. И также открывается у нас карточка журнала. В сборниках. Смотрим, что это. Тип сборник трудов конференции. Вот вам пояснялка для основного заглавия. Номер СБН. Проверяем, что у нас на книге, что у нас здесь. Иногда могут не совпадать. И вот информация о конференции. Мы ее еще раз проверяем, уточняем. Это данные для пояснения. Сборник трудов конференции, которая называлась так-то, проходила там-то, вот он год. Все. Вся информация вот у нас есть. Кем мы изданы, сведения об ответственности, составители и прочее. Вот оно есть. Какой то и так далее. Вот вся информация на одной карточке. Пожалуйста, мы ее добавили. Правая панель меню. Вещь полезная. Мы всегда можем вернуться в список публикаций автора из этой вот карточки сборника. Если есть зелененькое, вы можете любой вот этот вариант выбрать и посмотреть. Прямо тут же посмотреть текст или вообще можете попросить отправить вам свою почту вести, если вы зарегистрировали. Отправить публикацию вам, отправить на почту. И смотрите еще связанные документы. Полный текст на сайте. То есть он размещен еще на каком-то сайте. Помните, мы говорили, писать доступ с какого сайта. Мы указали e-library в URL. А мы можем перейти на, вот здесь по ссылочке, на сайт. Это посмотреть. Сайт должен быть той же организацией, которая издавала этот сборник. Или издательство, который издавал этот сборник. И там уже ссылку на него давать. Не на e-library, а вот на этот сайт. Если он в открытом доступе. Потому что если мы дадим на e-library, то если хорошо он откроется, не откроется, как дополнительный вариант, здесь вы можете варьировать. Либо на e-library, либо на сайт. Проверить, посмотреть. Всегда можно. Ну вот, таким вот образом это можно делать. И про журнал. То же самое. Только мы заходим в каталог журналов. Название журнала или эсэсэ. То же самое. Поиск. И вот он нам выдает результаты. Вообще, по этому названию только один журнал. Здесь без вариантов. Нажимаем на название журнала. И попадаем на карточку. Вот здесь самое главное. Смотрите, тип сериального издания. Периодическое или продолжающееся. Периодическое. Элементы сериального издания. Выпуск журнал. Хорошо. И вот самое главное. Способ распространения. В печатном и электронном виде. То есть есть и печатная версия, и электронная версия. А вот здесь вы маленькая хитрость. Еще никому не говорите. Вы можете либо то, либо другое указать в своем библиографическом описании. Потому что и то, и другое есть. Даже если вы читали с экрана монитора, вы знаете, что издательство или научный руководитель, которому вы понесете свою рукопись, не приветствует электронное издание. Вот в этом случае вы можете указать печатное издание. И оставить библиографическое описание как для печатного издания. Надеюсь, все услышали, кому нужно. Ну, это не совсем правильно и верно. Ну, а что делать? Надо как-то подстраиваться под те требования, которые нам предъявляют. В этом случае мы это можем сделать. Но если у вас будет написано только в электронном виде, этого сделать вы не сможете. Если у вас написано только в печатном виде, значит у вас, помните, мы говорили, статья, и перед URL мы пишем, электронная копия печатного издания. Делаем мы описание, как на печатном издании. Пишем, что это электронная копия, а потом URL указываем страницу, где мы, адрес, где мы ее читали, эту копию. Но в этом случае вы тоже можете указать только печатную версию. Ну, получится, что как бы вы ее ручками, глазками читали, перелистывали, честно, сидя в читальном зале библиотеки. И заобращайте внимание на историю переименования. Смотрите, с 2010 по 2018 год этот журнал назывался по-другому. И если у вас статья там 2015 года, вы указываете уже не вот это название, а вот это. Но в примечениях пишут, что он был переименован. Сайт вот сюда можно будет перейти. И, да, вы можете указать вот это название в описании, если у вас статья 2015 года. Но в примечениях перед ЮРМ вы укажете, что до 2018 года назывался вот так-то. Тогда будет правильно. Сайт можно перейти, проверяем. Ну, и там тоже архив можно будет посмотреть. Ну, и проверяем ИССН, который стоит на журнале и который обозначен здесь. Они должны совпадать. Ну, и для аспирантов важная история. Там внизу еще скрывается процент отклонения, рецензирование и так далее. И вот уже изучив вот эти данные, мы можем посмотреть и составить одно из наших описаний. Есть оно на e-library или нет. Конечно, не все статьи попадают на e-library. Может быть, организация может подавать журнал на индексирование в РИНС не полностью, а только отдельные статьи. Например, в журнале там 50 статей. А когда мы открываем в e-library, да, смотрим, там всего 4. Вот 4 из этого журнала были проиндексированы, остальные нет. Но это не значит, что их нет. И вот тогда мы осуществляем розыск, мы разыскиваем этот номер и в архив номеров, идем на сайт издательства. И вот здесь нам уже вот эта информация пригодится. Идем вот сюда, разыскиваем, смотрим, было, не было, опубликовано, не опубликовано. Ну, тут целое разыскание приходится проводить. Хорошо, если они еще все в открытом доступе, можно почитать. Ну, такие истории тоже бывают. Поэтому это как бы хорошее подспорье e-library, но не суперпанацелия. То есть истории могут быть разные. И вот то, что мы с вами сегодня разобрали, где еще может пригодиться. Вот при поиске в базах данных, в каталогах, ну, на примере того же e-library смотрим, мы знаем, что есть целые ресурсы, есть составная часть, и нам нужно, например, найти все публикации в периодической печати в научных журналах определенного автора. И вот мы видим, находим автора, находим список его публикаций, и вот мы смотрим море-море всего, где здесь статьи. Если мы умеем читать библиографическое описание и помним, что у нас есть целые ресурсы, есть составная часть ресурса, и как выглядит ее описание, то мы ищем только составную часть ресурса. И вот смотрите, вот эта статья авторы вроде есть, но написанную учебник, конечно, нет, скажете вы. А вот эта статья, актуальные проблемы социальные и т.т.т., сборник научных статей, том 2, выпуск 7, Москва, 2019 год. А как называется сама статья? А как называется сборник? А, значит, скорее всего, вот это сборник научных статей, конкретный выпуск. Вот это, вот, ага, вот это скорее статья, потому что мы видим название журнала, год, номер и страницы, помните, я с большой, на которых эта статья опубликована. О, отлично, вот это то, что нам надо, это то, что мы себе скопируем. А вот это вроде бы материалы, конференции. Автор здесь есть? Нет. Номер, том, страницы, самое главное, здесь есть? Нет, не указано. Только материалы и год. Это целый ресурс. Это сам сборник. Значит, автор принимал в нем какое-то участие. Причем участие может быть тоже различным. Смотрите, здесь он в авторах указан. Он автор учебника, он автор статьи. И если мы ищем авторские публикации, мы их берем. А вот здесь, они тоже в его списке публикаций, но каким боком? А вот это, почему здесь указано? Он там публиковал статьи или нет? Так вот, есть три варианта, которые, кстати, вот в помощь магистрантам и особенно аспирантам, и не только, в e-library, например, присутствуют. В других ресурсах это может быть по-другому отражаться, но тоже обращайте внимание на этот нюанс. Он может быть автором учебника или статьи. Мы их можем открыть и увидим эту информацию об учебнике. Так вот, он автор, все. Это авторские публикации, официально изданные, мы их можем использовать. А вот в этих двух оставшихся сборниках он выступает не автор, а как кто. Открываем, смотрим. Редакторы. Нет. Рецензенты. Есть. Ага, значит, он является рецензентом этих статей. Очень интересно. Сборник трудов конференции. Он проверял эти статьи. Где может пригодиться эта информация? Ну и, кстати, чтобы каждый раз вот так ручками не открывать, мы можем сделать еще хитрее. Настроить поиск по автору. Смотрите, где это может пригодиться. Если вы ищете рецензента, оппонента, научного руководителя для себя или для товарищей своих коллег или еще кого-то, попробуйте зайти через e-library. Во-первых, можете посмотреть, кто писал на схожие с требуемой темы. Посмотреть их публикации. Ага, качество публикации устраивает. Да. Открываем карточку автора, его профиль. Смотрим. Вот список публикаций автора. Находим в e-library. И наверху есть параметры. И вы можете выбрать вот этот параметр участия в публикации. У вас откроется вот такая вот табличка, списочек. И вы можете увидеть. И сразу пишется, что он являлся научным руководителем 21 работы. Скорее всего, это диссертационные исследования. Может быть, и в магистрский ВКР, но чаще всего здесь указываются диссертационные исследования. Он является рецензентом в 23 источниках. Дважды выступал редактором и один раз ответственным редактором. Вы можете сделать выборку. Например, нас интересуют только публикации. Сделали по способу участия или по числу публикаций. И вот мы находим результат, знакомиться с публикациями этого автора. Если мы хотим посмотреть рецензентом, в каких изданиях он выступал, и мы ищем рецензента для своей статьи, например, нужно, или для своего издательства, чтобы пригласить человека, выступить рецензентом, пожалуйста, вы нажимаете сюда и смотрите. Также у вас открываются все данные по этим изданиям. Вот так, кстати, себе можно найти научного руководителя. Вы посмотрели, кто по вашей тематике или близко к тому писал работы. Открыли, нашли этого автора в e-library, открыли список его публикаций, отобрали все его личные публикации, посмотрели, что они из себя представляют. А потом вы смотрите раздел «Научный руководитель». Какими диссертациями он, например, руководил. Как прошли защиты. И спокойно, какие темы. И спокойно можно себе найти одного или нескольких потенциальных научных руководителей. То есть это вот вам, пожалуйста, еще один такой элемент поиска в e-library. Опять же, через библиографические описания, через списки публикаций, через публикации мы выходим на решение совершенно уже других вопросов и наших жизненных интересов. Ну вот, библиография вам в помощь. Полезные ссылки для поиска информации. То, что я вам обещала, вот эти по ISBN. Портал ИССН ссылку тоже дает. Там можно проверять журналы. Кстати, когда, вот помните, у нас был журнал «Непонятное название». На портале ИССН номер вводим. И он вам показывает, как называется, как он зарегистрирован. Он зарегистрирован как журнал под названием. То, что у него значилось как серия. И подсказки по e-library. Вот то, что мы с вами смотрели, чтобы вам каждый раз не искать, я их вам основные вынесла прямо в отдельные ссылки. И можно сразу по ним переходить к полям поиска. Вот. Ну вот, коллеги, такая вот история на сегодняшний день. Буквально за несколько часов до вебинара у меня тут появилась еще одна детективная история. Но это я, наверное, вам уже отдельно ее сделаю и расскажу. Тоже связано вот как раз с нашей сегодняшней темой, но просто чисто физически не сможем оформить файлы. Слайды, наверное, тогда я уже в следующий раз вам ее покажу. Тоже очень интересная история. Пожалуйста, очень внимательно оформляйте свои списки литературы. Большая просьба. Коллеги, не игнорируйте. А, да ладно, сойдет и так. Сойдет и так, приводит к тому, что вы составляете список рекомендуемой литературы. На конференции для учителей младшей школы торжественно его раздаете, а люди потом сидят в недоумении, а ничего найти невозможно. А нет такой книги. А вот в этом сборнике нет этого. А мы не можем найти сборник. Представляете, как неудобно. Люди корректно могут промолчать, но, ребят, не очень хорошо. Все-таки перепроверяйте, пожалуйста, когда вы списки делаете. Потому что, особенно если это не электронный формат, если это печатные издания, то даже иногда запрос составлен так, что у библиотеки будет очень трудно ее найти. То ли это, то ли тот, то ли этот автор это название, то ли тот автор название. В общем, путаница полная. Поэтому, пожалуйста, когда вы составляете библиографические описания, пожалуйста, перепроверяйте сами. Попробуйте на себе. Вот у вас есть этот автор, это название. Попробуйте на этом интернете. Сами сможете по поисковой веку Яндекс. Смогли за три секунды, до три минуты? Отлично, оставляйте так. Ваше описание работает. Не смогли, ну, значит, надо как-то подумать, как придумать, как его правильно написать. Вот, пожалуйста, такой вопрос. Так, смотрю вопрос. Можно ли ссылаться на работы ДСП и распространяются ли на них библиографические описания требования ГОСТа? ДСП – это что такое? Наталья Воробьева, поясните, пожалуйста. Не все аббревиатуру знают, честное слово. Можно ли ссылаться на депонированные рукописи? Да, Людмила Кашеварова. Посмотрите, в ГОСТе есть депонированные рукописи, отчеты НИР. Вот то, что мы с вами говорили. Не публикуемые и не опубликованные документы. И в образцах ГОСТа. Ссылаться на депонированные рукописи – да, можно. Ссылаться на патенты – можно. Но там понадобится, естественно, немножко по-другому оформлять описание. А, для служебного пользования материал с ограниченным публикованием. Спасибо, Наталья. Смотрите, это к непубликуемым рукописям относится. Но, коллеги, то, что для служебного пользования, пожалуйста, согласуйте с руководством. Потому что, не дай бог, вы какой-нибудь регламент, составляющий коммерческую тайну, вывалите в цитаты и дадите на него ссылку. Ну, по себе, Господи, потом последуют санкции. Поэтому все служебные документы, все внутренние регламенты, там, локальные акты, если они не лежат на сайте организации в открытом доступе или там на сайте университета, а типа для внутреннего служебного использования, обязательно с руководством, с пиар-службой узнайте, у кого это согласовать, согласовывайте в письменном виде. Потому что, ну, не дай бог что-нибудь, вы первые будете отвечать. А я вместе с вами тоже сказала, что можно. ГОСТ, да, дает, но проверять их сложно. Да, неопубликуемые рукописи, проверять неопубликованные документы, проверить сложно, что там есть. Найти не всегда представляется возможным. Это должно отражаться также в библиографическом описании. Ну, и сам человек, который пишет, использует эти документы в своих работах, у него должен быть доступ. Он же их как-то нашел, он же их как-то видел, он же на них ссылается, значит, они у него либо на руках, либо на экране монитора, либо он их может увидеть. Ну, раз он на них ссылается, он их выносит в публичное пространство. Но тогда в описании должно быть указано, как его посмотреть. Требуется авторизация, требуется регистрация, требуется согласование с заведующим кафедрой Ивановым и ИИ, да, чтобы вы, проверяя, могли обратиться, сказать, так, давай, обращайся вот сейчас к заведующему кафедру, мне нужно посмотреть, есть это в тексте или нет. Ну, вот только так, да. Сборники Винетей и Неон, да, ну, там только печатно. Если только печатно и не в открытом доступе, тогда, ну, ничего, придется ездить, что ж поделать. Так, спасибо, коллеги. Так, еще вижу, были у нас вопросы. Про записи вебинара, да, обязательно. Ссылку на запись, да. Можно ли проверять, нужно ли проверять ссылку для цитирования из e-library, кнопка на правой панели. Татьяна Нечаева, посмотрю. Поняла, о чем вопрос, я посмотрю тогда, напишу, что... Давайте так, в комментарии к нашему анонсу сегодняшнему, я посмотрю вопросы, которые у нас были в чате. У нас сейчас просто следующий вебинар будет, и меня выгонят отсюда. Тогда я вам в комментарии к нашему сегодняшнему анонсу, я вам отвечу на вопросы, и тогда их туда напишу, хорошо? Возможно ли ссылаться... А вот Дмитрий Ронзин, который ушел, спрашивает, возможно ли... В записи посмотрит. Возможно ли ссылаться в научной работе на устное выступление автора, запись которого размещена в интернете, например, в YouTube или Routube. Давайте разберемся, что значит устное выступление автора. Высылаетесь на запись, видеозапись доклада на конференции. Вот на что вы ссылаетесь. Есть ли запись, видео, я так понимаю, запись размещена на Routube или YouTube. Да, вы можете, но согласовывайте с научным руководителем. Если он посчитает это возможным, то библиографическое описание на это можно сделать. На фрагмент, либо на все выступление, либо на фрагмент из этого выступления, ровно на эти слова ссылку дать можно. В зависимости от того, куда вы эту ссылку планируете и описание, для какой работы вы планируете. Поэтому, Дмитрий, если напишите поподробнее, я вам скажу, можно или нельзя. В принципе, чисто формально и технически можно, но, коллеги, ссылаться не пишите, пожалуйста, на устное выступление. Высылайтесь на видеозапись лекции, на видеозапись доклада. Это тоже на выступление. Но если там был сборник в этой конференции и опубликован этот материал, лучше ссылайтесь на него, напечатайте. Но если уж совсем никак, тогда на видеозапись, да, можно. Но не говорите, пожалуйста, что вы ссылаетесь на устное выступление. Устное выступление, это вот вы посидели на конференции очно, услышали автор что-то сказал, у себя написали и поставили сносочку. А вот он говорил. А он скажет, ничего и не говорил. Не было такого. А где доказательства? А нет доказательств. Мы же ссылки делаем для того, чтобы можно было зайти, найти, с трудами пробиться, но получить, увидеть или услышать. Подтверждение этих слов. Если их нет, это не считается. И было еще что-то про... Да, Нина Кондратьева спрашивала, можно ли разместить презентацию на сайте библиотеки. Можно разместить презентацию на сайте библиотеки. Когда будет... Только подождите, когда будет запись, да? Можно дать ссылку на запись, потому что тогда это будет более понятно. И с указанием ссылкой, откуда это что-то. Презентация вебинара такого-то, такого-то числа, такого-то автора. Со ссылкой можно. Конечно, можно. Она, тем более, как раз и сделана для того, чтобы можно было размещать. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. Спасибо, спасибо, коллеги. Самая важная информация про запись. Запись будет на канале на YouTube через пару дней. И самое главное, вот здесь, да, на последнем слайде скачивайте презентацию, на последнем слайде контакты есть. Вот здесь, в группе Директ Академия ВКонтакте будет ссылка на запись сегодняшнего вебинара обязательно. И про сертификаты. Самое главное, ссылка, как всегда, страница та же самая. Вот она и информация та же самая. Сертификаты будут готовы через некоторое время, после того, как мы закроем вебинарную комнату. Как только сертификат будет готов, вам на почту придет письмо-уведомление. И из этого письма-уведомления о готовности сертификата вы тоже на страницу выдачи сможете перейти. И там уже и приобрести сертификат. Ну и если вдруг что-то, координаты здесь есть, пишите, разберемся, узнаем, посмотрим, подскажем все, что знаем. Да, Татьяна Нечаева, про ссылку помню. Коллеги, вопросы я ваши посмотрю. И тогда в комментарии, когда будет готова запись вебинара, я ее размещу. И там уже ответы на вопросы тоже размещу. Хорошо, потому что иначе нас сейчас точно будут отключать принудительно, чтобы не задерживать коллег. Мы тогда с вами на этом нашу встречу завершаем еще раз. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Если будут какие-то пожелания по тематике, тоже я сейчас на следующий год уже начинаю повестку формировать. Пожалуйста, тоже можете мне на почту, можете в нашей группе библиографии для небиблиографов сообщения написать ваши пожелания. Какие-то больные боли, не люблю это слово, но где болит. Мы тогда на следующий год посмотрю, что из этого можно сделать. И уже с учетом ваших пожеланий и вопросов мы уже составим тогда тему вебинаров. Хорошо? Все, коллеги, всем счастливо, всем удачного дня. До новых вебинаров. А я передаю вебинарную комнату нашим коллегам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok